Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели! В эфире традиционная наша программа «Информационная война», которая каждый день, будний день, выходит в эфир в 17.30. Сегодня у нас 14 августа, сегодня пятница, мы завершаем трудовую неделю. У нас в студии работает телефон 7978-00264-00264, стационарный телефон города Симферополя 24-90-96. Пока первый телезритель и радиослушатель дозванивается, я хочу остановиться на двух таких важных информационных аспектах, сложившихся, например, к концу этой недели, которые, в общем-то, в нашем кругу общения. А хочу напомнить, что из зрителей программы «Информационная война» в общем-то, сформировалось целое общественное движение, которое называется «Русская информационная сеть». Есть люди, которые пишут аналитику, есть люди, которые, в общем-то, анализируют новостную ленту. И вот мы в этой сети «Русская информационная» уже второй день обсуждаем соотношения, которые вывели в результате некоего исследования. Новостная лента, любая, глобальная, которая, безусловно, отражается и в средствах массовой информации Российской Федерации, Украины, Западной Европы, да, в общем-то, всех, она на самом деле, вот если взять и просто посчитать, например, за какой-то отрезок времени положительных, позитивных новостей и отрицательных, то окажется, что отрицательных новостей 80 к 20. То есть 80% — это негатив. Причем новостные выпуски начинаются с сообщения об убийстве, о смерти, о еще каких-то трагических вещах, взрывах, подрывах и так далее, и так далее. Далее идет какая-то информация более нейтральная, она может касаться даже и культуры. И обязательно новостной выпуск завершают тоже вещи, связанные со смертью. Вот эта вот особенность, которая, в общем-то, обнаружена исключительно нашими телезрителями, она достаточно интересная, потому что в том смысле, что люди на самом деле, так устроена психика, что все с точностью до наоборот. Люди воспринимают жизнь на 80% со светлой точки зрения, и, конечно же, у каждого бывают в жизни неприятности примерно 20% чего какого-то негатива. Получается так, что когда мы начинаем, в общем-то, потреблять новостную ленту, то оказывается, что у нас картинка мира подменивается. И это накладывает отпечаток на всю жизнь всех людей, которые потребляют новостную такую ленту. Вот это мысли, в общем-то, наших телезрителей. У нас есть первый звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Здравствуйте. Вопрос такого порядка. Коснулась, значит, к номеру газового счетчика. И вот у нас получается что? Вот на эту тему вам уже задавали вопрос. Я не услышал, какую тему. Отойдите чуть-чуть, сделайте тише телевизор, поразборчивее. Телевизор я вообще не слышу. Ага. Алло, сейчас крышите? Во-во-во, слушаю внимательно, да. Да. Значит, я вот вам на тему водоканала Крымгаза задал вопрос. Вот я тоже вам задаю вот такой вопрос. Вы знаете, там, походите с танцем. Значит, Горгаз устанавливает счетчики только те, которые находятся у него, чтобы покупали у него. Если покупаете где-то счетчик, то они его не проверяют, не у них инстанавливают. А у них же вопрос на ИСМР, как говорится. Вот вопрос такой. Вот это вот моменты этого нашего Крымгаза. А это же своего рода тоже есть политика. Оглобляет людей, понимаете? Вы меня, наверное, прекрасно поняли, что я вот говорю. Ну, это вот не просто истохозяйственная деятельность, а это уже затрагивает политику и все. Вот такой вот вопрос. Вопрос понятен. Я с вами спорить не буду, я в целом соглашусь. То есть на самом деле при помощи всевозможных управленческих действий, причем очень часто не официальными актами, постановлениями и указами, а такими куларными и подзаконными, действительно делается масса вещей, которые могут народ довести до определенной точки кипения и могут, в принципе, довести там в определенном временном интервале до каких-то возмущений. Это, безусловно, вопросы национальной безопасности. И вот здесь вот вопрос заключается в том, как правильно организовать работу именно в этом направлении. Во-первых, те действия, о которых вы говорите, они, безусловно, в силу определенных законов являются незаконными. И с точки зрения антимонопольного законодательства, на секундочку, и с точки зрения законодательства, связанного с государственной безопасностью. А люди наши, они достаточно не... Ну, с одной стороны, они не поднимают, не представляют всех своих прав и возможностей, связанных на то, как с земли влиять на эту ситуацию. И они ждут, в общем-то, какого-то управленца, который для них будет как батька. Ну, я в хорошем смысле слова, как там... Ну, просто есть такой образ, представление о том, что территорией управляет копник, достаточно умудренный опытом управленец, который знает, что надо сделать, и знает, как разрулить каждую ситуацию. И этого вот ожидания, оно не срастается, не происходит. Получается, что надо с людьми работать, объяснять им, что даже... Это с первой стороны, что люди не знают своих прав и возможностей. С другой стороны, они преувеличивают силу местных кланов, которые контролируют, естественно, коммуналку, как самую доходную часть. А это тоже способы заработка. И люди переоценивают их значение и, соответственно, не хотят писать заявление, например, в антимонопольную службу либо в службу безопасности, делать обращения граждан. Есть закон Российской Федерации, связанный с обращениями граждан. Не знают, что надо делать копии таких сообщений в несколько адресов. И на самом деле вот эти вот проблемы, которые вы говорите, и которые, безусловно, являются раздражителями, являются нарушителями общественного спокойствия, особенно в наше время, когда мы живем в очень непростое время. То я бы просто бы порекомендовал не только в эфире жаловаться, что все равно нужно делать. То есть то, что вы сказали, это делать нужно. Нас слушают граждане Республики Крым, и люди в погонах, и люди-управленцы. Это сделать, безусловно, нужно. Но нужно еще и юридически подковать население для того, чтобы люди вот на раз-два-три знали, что делать в таких случаях. Там на самом деле проблема решается в течение трех дней. И вы даже удивитесь, как быстро и эффективно можно этот вопрос решить и с газовыми счетчиками, и со всеми другими делами. Понятное дело, что будет сопротивление. Понятное дело, что мы живем в кланово-толпоэлитарном обществе, когда кланы, которые имеют там доступ к каким-то финансовым потокам, естественно, будут себе обеспечивать непрерывность получения такого дохода. Это вот первый взгляд. С другой стороны, если вы видите, что осуществляется беззаконие, то вы, как гражданин, вообще-то и обязаны об этом сообщить, для того, чтобы эта проблема, которая на самом деле нарушает строй общественный, для того, чтобы она хоть когда-то началась решаться. Поэтому призываю делать всегда два хода. У нас в эфире озвучить проблему, а кроме этого не расслабиться после этого, типа дело сделано, и все должны понять, как все плохо. А еще и написать соответствующий документ, который оформлен в полном соответствии с российским законодательством, и адресовать его с уведомлением соответствующие органы. Я их перечислю. Это может быть прокуратура, это Федеральная служба безопасности, антимонопольный комитет и так далее, и так далее. В каждом конкретном случае надо разбираться. И, естественно, копию можно направить и нам. Во всяком случае, вот в прошлом эфире я объявил о том, что у нас на сайте есть в разделе программы информационные, есть в самом низу открытая студия. Есть такая программа, и там есть форма для того, чтобы задавать вопросы по животрепещущим проблемам. Вот эти вопросы на самом деле закольцованы на сайт Совмина. И скорость, на самом деле основная проблема, это скорость прохождения информации. То есть когда месяцами и годами люди не говорят о том, что накипело, а потом это переваливается через край, мы имеем социальную напряженность. Давайте, кроме того, что вы в эфире озвучите такие проблемы, вы еще их и опишите на листе бумаги формата А4. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Алло. Здравствуйте. Мне нужно обратиться уже, да? Да, да, да. Я житель города-героя Севастополя, и меня очень волнует проблема загаживания города нашего огромными плакатами, которые называются битборды. Севастопольцы называют их битборды, по той информации, которая там находится. И как вы считаете, что мы должны сделать? Мы уже обращались к меня, к законодательному собранию, чтобы убрали эти безобразные битборды, изображающие просто всякую пакость. Потому что не только уродуется наш город, вы знаете, что символы и образы правят миром. Так вот наш образ Севастополя уже не города-героя, а таргашевского поганого духа, который со всех этих битбортов провалял наш город. И вот это меня очень волнует. Подскажите, пожалуйста, каким образом мы эту проблему можем решить? Спасибо. Да, вопрос не на один день. Доходный бизнес на самом деле битборды, и цена аренды, и вообще количество денег, которые собираются. Причем эти деньги, вы же понимаете, это из услуги, и поэтому это как бы, знаете, есть в одном из священных писаний, есть такое понятие богатство из ничего. Поэтому за этими вещами стоят люди, которые хорошо зарабатывают, ну, во всяком случае, что-то зарабатывают, и, соответственно, будет сопротивление. Но если, особенно в некоторых районах города, которые являются открыточным лицом, все равно нужно организовываться, структурироваться, писать письма. Причем, знаете, с точки зрения опыта взаимодействия с органами власти, а тут, получается, надо взаимодействовать, лучше работает не медийная часть, там, выступить по телевизору, написать статью, хотя это тоже работает, а лучше работает заявительная форма. Нужно сделать юридическую анализ или экспертизу, чтобы юристы, которые есть среди граждан города, которые сонаправленно мыслят, как вы, дали юридическую оценку с точки зрения существующего законодательства. Если есть возможности, согласно существующих законам, опротестовать тот или иной борт, находящийся в том или ином месте, это упростит задачу. И вот в таком направлении нужно двигаться. Путь будет непростой, но, в принципе, цель благая, потому что я с вами целиком и полностью согласен, что борды как отвлекающий такой визуальный такой элемент, он на самом деле, помимо коммерческой составляющей для своих владельцев и рекламодателей, он еще и делает массу попутных вещей, которые на самом деле с нашим вектором цели не всегда совпадают. То есть я с этим согласен. Но работа непростая и кропотливая, поскольку мы живем в обществе, которое, как вы помните, с 91-го года вообще стало на этот путь. Помните, как Алексей Чалый сказал в одном из своих телеобращений относительно того, что так, как в Советском Союзе, уже не будет. И уже 25 лет. И, в общем-то, вот этот конфликт, представление о том, как оно должно быть, вот мы его сейчас и обсуждаем. Но регулировать, делать баланс интересов, чтобы часть общества, которая, в принципе, на торгашеских основах живет и по-другому себе не представляет. А это часть общества достаточно значимая. И часть общества, которое еще за общечеловеческие ценности, когда хотите торговать, торгуйте, но не загаживаете образ, символ того, где мы живем. То есть вопрос баланса интересов, он острый, его надо как-то решать. То есть я в этом смысле с вами абсолютно согласен, но здесь больше надо действовать с юридической точки зрения, а медийной только сопровождать. Такое мое мнение. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Я бабушка. И меня интересует следующий вопрос. Вот я смотрю программу телевидения Крым, и там 6.30, 6.15.30 мультик для самых маленьких. Для более старшего поколения передач там нет совсем. Ну, по-моему, только клуб Шико по субботу, и в воскресенье там тоже какое-то небольшое. Нас что, ничему не научил Киевский мандант, когда обученная в Польше молодежь пошла против власти, пошла гранить все остальное. Нам что, нужно, чтобы у нас в Крыму такое вот, не дай бог, случилось. Когда мы будем обращать внимание на молодежь, в частности, вот ваше телевидение Крым. Все, спасибо. Сложный вопрос. Во-первых, я с вами согласен в том, что контента, такое слово нерусско-западная, ну, продукции, визуальной продукции для трансляции по телевизору, которая бы имела целевую аудиторию от 12 до 17, у нас в принципе нет в стране. Дело даже не только в Республике Крым. Этого нет и в Ростовской области, и в других. У нас в основном там импортные западные продукты, либо производство каких-то мультипликационных студий, там, Петербурга, Екатеринбурга и так далее. Но и то, это более младшая аудитория. Проблема системная, она заключается прежде всего в вот каких вещах. Когда вы говорите, вы вопрос задали очень интересно, что нас ничему не научил Майдан, то нужно четко понять, дать определение, что такое нас. Кроме нас, которые этот вопрос поднимают. А в нашей программе этот вопрос поднимался уже даже не один раз. И вас, например, телезрителей, которые видят и озвучивают. Еще есть, например, медийные элиты, которые в 91-м году, в общем-то, и акционировали, и приватизировали средства массовой информации. И нужно понимать, что глобальные медийные кланы имеют достаточно большое влияние на репертуарную политику. Причем это делается даже бесструктурно. Это не значит, что вот прямая команда не делать фильмов для подростков, не делать фильмы для юношества, не заниматься патриотическим воспитанием. Нет. Это просто исходит из того, что, во-первых, сложилось исторически, предыдущий опыт, Давид. Это то, что есть на рынке, а вся продукция, она закупается на телерынках, она, в общем-то, торгуется на площадках различных. То есть есть спрос и предложение. Так вот, на этом супермаркете, который позволяет что-то закупить для трансляции, вот действительно таких фильмов, таких программ и передач просто физически нет. И их на самом деле может и не быть, если кроме озвучивания и поднимания проблемы мы с вами не озаботимся тем, чтобы вот этот достаточно высокотехнологический отрасль экономики, высокотехнологическая отрасль экономики, связанная с производством визуального контента, чтобы мы начали что-то производить. Для этого нужны продакшены, студии, мультипликационные студии, нужны педагоги, нужны маркетологи, нужны системные аналитики. Это, в общем-то, такой непростой кадровый корпус. У нас в Крыму они есть, но их тоже мало, как, впрочем, и по всей России. То есть это проблема системная, и для ее решения взмахом шашки или руки она не решится. Даже если все законодательные собрания всех регионов, даже если федеральные власти дадут команду давайте производить, то по инерции какой-то период времени производить мы ничего не будем. Мы будем либо копировать западные аналоги, потому что своих уже нет, либо копировать аналоги советского периода, которые по времени, по темпо-ритму, например, современными детьми могут не восприниматься адекватно. Проблем там достаточно много. Но на самом деле наша телерадиокомпания этим вопросом озадачивается. Мы инициировали несколько проектов, прежде всего и детскую киношколу, и детскую юношескую киностудию в Крыму, которую мы планируем с Божьей помощью организовать в городе Симферополе. То есть эта проблема стоит, над ней мы думаем, но, как вы видите, думать мало, надо что-то еще и делать. Действительно, контента фильмов, передач, программ, мультфильмов для детей в возрасте до 12 лет, и от 12 до 17, у нас дупль пусто на рынке. Это системная проблема всей индустрии. Еще один звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас, сниматель. А, сорвался. Давайте поговорим еще, вернемся к теме о соотношении 80 на 20. Это действительно правда. И, соответственно, в данном случае, когда вот эту проблему наши телезрители озвучили, что представление о жизни, на самом деле это люди все позитивные, солнечные и светлые. А как только в этот зомбоящик или там в средства массовой информации ты вникаешь, то получается, что там полностью кривое зеркало и все с точностью до наоборот. И вот это кривое зеркало влияет на общее состояние, на состояние здоровья пожилых людей, которые близко к сердцу что-то воспринимают и непривиты. Вот слово прививка, оно достаточно значимо. Это не значит, что телевизоры нужно выключать вообще. Это значит, что нужно быть привитым к некоторым типам подачи, некоторым типам информации. То есть, когда мы отключаем какой-нибудь канал, даже пусть и федеральный, и начинаем смотреть выпуск новостей, и первая новость, это у нас обязательно убийство, похищение, какая-то педофилия, далее какие-то катастрофы, аварии, сбития, далее немножко по хозяйству, по экономике, выступления первых лиц, и в конце обязательно опять же какие-то убийства. Причем закольцовывают. Начало новостного выпуска. Вот мы об этом поговорили, но мы к этому еще вернемся, а сейчас к другим новостям. Получается вот такие вот закольцованные, циклические бомбы информационные, которые на самом деле зрителей, радиослушателей, читателей, пользователей интернета действительно высаживают в депрессняк. И от этого нужно быть привитым. Нужно просто понимать, что мир так устроен на этот промежуток времени, и понимать, что на самом деле это кривое зеркало очень неточно отражает реальный мир. И для того, чтобы влиять на это, нужно создавать свои новости, даже в меру своих сил. Живете в одноклассниках, ретранслируете что-то позитивное. Это на самом деле поможет не только сохранить здоровье какому-нибудь близкопринимающему к сердцу пожилому человеку, но это вообще очень сильно влияет на информационное поле всей планеты и на то, по какому сценарию человечество будет дальше развиваться. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер. Слушаем вас, внимательно. Алло. Да, алло, здрасте. Я хочу задать вам вопрос. Это вопрос не политический, но очень волнует большое количество нацеплений. Вот у нас в ДОСЕ было раньше охотничье общество. Мы активно участвовали в поддержании жизни в лесу. Да, мы чистили родники, кормушки, 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 кастели, сено и так далее. Потом началась стройка. У нас забрали все собственности, здания, которые мы построили в Среди Пугаме. Они сейчас переданы кому-то в собственность. Сейчас лесхоз, наш лесхоз, установленные мы следующие цепи на стрелочные карточки. Кстати, охотимся мы на птичек в Средской долине, которая загадана и скорее всего похожа на смалку. Она вся укатана квадроциклами и стопкана с котом. И за все за это удовольствие нас требуют сумасшедшие деньги за стрелочную карту. Вот как пенсионеру заплатить 5-6 рублей только на карточку чем 500 рублей с пенера. И мы не можем найти выход в этой ситуации. Да, вопрос неожиданный для меня. Я, честно говоря, не специалист в этой области, хотя то, что было в советское время и то, что после приватизации... Я знаю, не будет. Не, вы знаете, можно и быть, там есть юридические основания, связанные с поднятием всех документов, когда кому, куда и как передавалось на баланс, но это тоже история небыстрая и непростая. А что касается того, как это организовано сейчас и на каких условиях вы можете заниматься этим видом деятельности, тоже достаточно сложный вопрос. В рамках этой программы я его не освещу. То есть, это надо с юристом сесть, хорошо посмотреть, посмотреть на ваше сообщество, посмотреть на ваши организационные формы, оценить вашу ресурсную базу. Это тоже важная вещь. Это бесплатно не будет. и выстроить стратегию поведения, то есть, последовательность действий. С чего начинаем, чего делаем. В принципе, посражаться, наверное, можно. Не в рамках информационной войны. То есть, созвонитесь, оставьте свои координаты, давайте как-то в кулуарах это обсудим. Во второй части программы хочу коснуться вот какого вопроса. Огромное количество статей появилось в последнее время в интернете и в других средствах массовой информации, связанных вот с чем. Многие аналитики есть такой автор в живом журнале называется путинслил одним словом точка livejournal.com достаточно интересный автор, который часто дает инсайдерскую информацию и показывает, почему происходят те или иные события. То есть, в принципе, аналитик, который под псевдонимом публикует некую инсайдерскую информацию. Вот вчера появилась такая статья, которая объясняет, правильно ли поступили с Украиной с точки зрения русского мира, с точки зрения украинского бандеровского проекта, который уже насчитывает более 150 лет. Вспоминаем, что в 19 веке, в середине, начинали его еще при Шевченко, который по-украински то и не говорил, да и на Украине не жил, а большую часть жизни прожил, если не в Казахстане, то в Петербурге. Но тем не менее были заложены основы еще в середине 19 века этого проекта. Этот проект при помощи Австро-Венгерской империи, которая этнические чистки русинов заместила людьми с выходцами из Польши, из Венгрии, из Словакии. И вот дальше описывается ситуация, почему сейчас Украину нельзя спасать. Описывается ситуация после распада Советского Союза и так далее, и так далее, когда Кучма написал знаменитую свою книгу «Украина не Россия». Собственно, Украина затачивалась как анти-Россия и так далее, и так далее, и так далее. И все это рассказывается с пассивной точки зрения, что какие-то глобальные элиты проект Украины делали, а русский мир не нашел ни мозгов, ни средств, ни желания, ни воли, а хотя бы делать какой-то противовес для того, чтобы уменьшить скорость превращения части русского народа в антирусь. И мне кажется, это принципиальнейший важный вопрос. Если элит, например, которые такие цели из земли, кроме того, что занимаются повседневной деятельностью, занимаются коммунальным хозяйством, зарабатыванием хлеба насущного, все-таки должны тянуться к тому, чтобы ставить задачи более глобального плана, и все равно война, она приходит в каждый дом в той или иной степени. И чтобы этого не допускать, вот эта 25-летняя история, когда Украина превращалась в антирусь, она на самом деле, помимо того, что очень качественно работали и американцы, и германцы, и другие элиты, и израильтяне в том числе, а русские элиты не работали. Ни в информационном виде, ни в работе с элитами, в агентурной работе, в какой угодно. То есть, вкладывалось в недвижимость, вкладывалось в экономику, в промышленность, большие ресурсы, а в гуманитарный, в информационный вопрос ничего не вкладывалось. И в результате мы получили вот эту вот ситуацию. В конце программы «Информационная война» я хочу акцентировать внимание на том, что за 25 лет Украина стала антирусью, фактически, и сейчас мы видим ну просто финал этой истории, не только потому, что Запад очень качественно работал, а еще и потому, что русский мир работал некачественно. Целей не ставил, маскировался, возможно, маневрировал в силу того, что, наверное, и не мог многого чего сделать, но, как говорится, в преференции, если ты не можешь походить с левой руки, ты можешь походить с правой. То есть, придумать комбинацию и маневр, при котором можно было влиять на мозги украинцев, все-таки можно было. Это такое мое мнение, этим я хочу закончить сегодняшний эфир. Встретимся с вами в понедельник в том же режиме, здесь же в студии. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова